Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем разбирать книгу Enterprise Elementary Поскольку возникли вопросы Где Enterprise? Где тексты? Окей, вот Enterprise, вот тексты Это шестой юнит Это Food, Glorious Food Мне сейчас просто лень открывать книгу Я уже скопировала страничку Поэтому это юнит шестой Итак, наша задача, как всегда Прочесть, понять, разобрать текст Здесь будет куча слов, я так понимаю И дальше подобрать нужные ответы Но ответы это уже не важно Короче говоря, what do the stars eat? Что же едят звезды? Киноактеры это любимая тема для разговора у всех людей Люди любят говорить о том, что они одевают С кем они встречаются Сколько денег они зарабатывают Но интересовались ли вы когда-нибудь, что они едят? Интересное первое предложение Сразу же вот это все Film stars are everyone's favorite subject Если дословно Кинозвезды или киноактеры Это любимый предмет всех Ну, в принципе, так тоже можно говорить Можно сказать, что всем интересны киноактеры Тоже как вариант В любом случае, favorite subject Вот это вот дело Это любимый предмет Имеется в виду предмет разговора Предмет интереса Вот, предмет, который всех интересует Вот так вот Далее, насчет film stars Значит, ну, фильм более-менее ясно Слово stars это актеры Актеры Можно, конечно, говорить, что это звезды Почему бы и нет? В принципе, так оно и есть Обычно это актеры на главных ролях Которые Но в любом случае, это просто-напросто актеры Которые снимаются в кино Не более того Если вы смотрели когда-нибудь титры К любому фильму Вы наверняка встречали вот такое слово Starring Вот так вот оно пишется Я сейчас не уверена, что оно с двумя Are в середине Но starring определенно есть Так вот, слово star может быть еще глаголом И оно значит сниматься в кино Так что все достаточно прозаично Итак, далее ничего такого супер нет What they are wearing Здесь все более-менее понятно Who they are dating Вот это интересное выражение С кем они встречаются Слово date это ходить на свидание С кем-нибудь И, кстати, обратите внимание Здесь еще какой момент есть После date нет предлога То есть, если мне надо сказать Ходить на свидание с кем-то Я скажу это date somebody I date Peter, допустим Я хожу на свидание с Питером Вот, или встречаюсь с Питером Что-то такое Далее How much money Здесь все ясно Обратите внимание, что How much money Деньги это неисчисляемое Поэтому how much, а не how many И they make зарабатывают Make money Это зарабатывать деньги Неважно каким способом Далее Далее очень интересно Вот здесь Wondered about Интересовались чем-либо Слово about Можно игнорировать при переводе Оно не переведется у нас Но о нем надо помнить Когда я буду говорить Что-то в этом роде То есть, интересовался ли ты Чем-то там И дальше после about У меня может быть два варианта Первый вариант Я могу просто поставить Какое-то одно слово Там wonder about weather Допустим Интересоваться там погодой Ну, что-нибудь Любое существительное Или герундий С другой стороны Здесь, допустим У меня стоит целое предложение Такое тоже можно делать Почему бы и нет Повара и поставщики еды И на съемочные площадки И на съемочные площадки Имеют эти ответы У каждого актера Свои привычки в еде Говорит шеф-повар Джон Шарп Одни актеры Любят мясо В то время как Другие Строгие вегетарианцы Которые не едят мясо Яиц или рыбы Некоторые звезды Любят Джанкфуд В то время как Другие Постоянно на диете И едят Только здоровую пищу Значит Здесь звучит слово Шеф Это шеф-повара В смысле Оно так и читается Шеф Это французское слово Шеф-повара Можно просто повара сказать Почему бы и нет Дальше Кейдерер Кейдерер Это поставщик Продуктов питания На мероприятия Какие-нибудь там На свадьбу На прием Там где-то Что-то такое Вот Поставщики Еды Продуктов Ну я напишу Еды Это просто короче Далее Что такое Film set Если достойно Film set Это декорации Но в данном случае Лучше было бы сказать Съемочная площадка Это наверное Будет правильнее Film set Съемочная площадка Ну потому что Поставщики еды К декорациям Ну абсолютно не звучит Далее Имеют ответы Ну здесь все более-менее Дословно Далее Каждый актер Имеет Другие привычки В еде Это если дословно Здесь можно Different игнорировать Вообще Я его проигнорировала При переводе Это наверное Не совсем верно Здесь можно было бы Его переводить Как особенные Уникальные Ну или что-то В таком роде Это просто перевод Так в контексте Получается Это не значит Что different Обязательно Так надо всегда переводить Далее Eating habits Привычки в еде Здесь сам прием Сама фраза интересная Некоторые звезды Или актеры Любят то-то и то-то Тогда как Другие Вот это While Это тогда как Мы привыкли его переводить В то время как И дальше вроде бы Как действие должно быть Параллельное другому действию Здесь так и есть Но здесь немножко Он все-таки Необычно употребляется Другие Строгие Вегетарианцы Strict Vegetarians Далее Значит Некоторые звезды Любят Junk food Ну Junk food Не переводится Это мусорная еда Так называемая Макдональдс Там КФС И что-нибудь такое Далее Вот это интересная фраза Constantly On diet Are Constantly On diet Когда я говорю be Ну здесь стоит are Но здесь могло стоять и is И was И where И все что угодно Be Constantly Возможно constantly Многие уже догадались Что это постоянно On diet Здесь интересно Не так constantly Как on diet На диете Все дословно Как и в русском языке Быть постоянно на диете То есть они постоянно на диете И едят только здоровую еду Обратите внимание Что слово food Здесь как бы во множественном числе Правильнее было бы говорить Разные здоровые разновидности пищи Или ну как его еще сказать Короче говоря здоровая пища разных видов Вот поэтому здесь стоит s Едем дальше 99% 99% Времени актрисы на диете И настаивают на том Чтобы есть пищу с низким содержанием жиров Во время съемок фильма Сейчас и потом Честно говоря не знаю как на русском он называется Не припомню сейчас Деми Мур не ела ничего другого Как только рис басмати Обработанный на пару Зеленый шпинат Зеленые бобы с лимоном Бутерброды из индюшатины И хлеба муки грубого помола Во время съемок фильма Твистер Хелен Хант ела только еду с низким содержанием калорий Включительно с яйцами пашот Сухими тостами И темным рисом Обработанным на пару С овощами Так ну что у нас здесь интересного 99% of time Ну в принципе здесь все вроде бы ясно 99% времени Здесь ничего особенного Insist on Настаивать на Обратите внимание что дальше стоит инговая форма Это герундий После таких вот структур с предлогами Обычно ставится либо существительное То есть предметы там какие-то Либо герундий Настаивать на При переводе Это достаточно сложно Иногда переводить Настаивать на том Чтобы есть Как бы так Вот надо что-то такое придумывать Далее Low fat foods Еда с низким содержанием жиров Далее Во время съемок Вот это during the filming Во время съемок Вот это filming Это съемки Мне негде это написать Я напишу здесь Съемки Далее Demi Moore И дальше очень интересная фраза Ела ничего Кроме басмати риса Или риса басмати Насколько я знаю Он так и называется Индийский По-моему Индийская какая-то Разновидность риса Рис басмати Значит здесь не так интересен рис Как интересно вот это Ела ничего Кроме Вот это But Это кроме Иногда Можно встретить еще Вот такую вот фразу И она очень Родственна с тем Что здесь написано Anything But И дальше там будет стоять Что-то Something Something Там чего-то Какой-то объект Что угодно Только не это Поэтому не стоит Эту фразу путать С тем Что у нас здесь стоит Nothing But Это ничего Кроме Эти фразы Очень похожи Их очень часто путают Но как видите Разница с точностью Да наоборот Скажем так Далее Steamed Вот это Steamed Это обработанный На пару Baby Spinach Зеленый Шпинат Молодой Шпинат Как хотите Назовите Далее Зеленые Бобы Но здесь Все более-менее Ясно Дальше Turkey Вот здесь Можно немножко Запутаться Turkey Sandwiches on Wholemeal Bread Начнем отсюда Это хлеб Из непросеянной Муки Или мука Грубого помола Можно и так Говорить Я напишу Хлеб Из непросеянной Муки Ну Turkey Sandwiches Это Здесь лучше всего Кстати Начинать перевод Со слова Sandwiches Так будет Понятнее Сначала Вот это Я перевожу Номер 1 Бутерброды Или Сэндвичи Которые Состоят Из чего С одной стороны Из индюшатины Дальше Номер 2 Это индюшатина И Хлеба Из непросеянной Муки Обратите внимание Что здесь Стоит он То есть На хлебе Индюшатина Имейте это ввиду Если надо будет Сказать Что бутерброд Или сэндвич У меня С тем-то И тем-то И еще Хлебом То То-то и то-то Все вот эти Вот вещи Которые кладутся На хлеб Говорятся первыми Потом говорится Сэндвич Потом говорится На каком хлебе Так Далее Ну в принципе Здесь ничего такого Но Low-calorie foods Низкокалорийная Еда Poached eggs Яйца пашот Dry toast Сухой тост Имеется ввиду Что тост без жира Без масла И Обработанный на пару Опять То же самое Что было немного выше Коричневый рис Или темный рис С овощами Едем дальше Другие актеры Любят Любят есть Джанкфуд И никогда не считают Калории Когда едят Любимая еда Эдди Мерфи Это Кентуккийские Жареные цыплята KFC Знаменитый Вупи Голдберг Не переживает Насколько здоровая Ее еда Или диета И любит Сэндвичи С жирным беконом С листьями салата Майонезом И большим количеством Сливочного масла Что у нас здесь интересного У нас здесь в принципе Все дословно Вот это интересное выражение During their meals Во время их приема пищи Это если дословно Ну сами понимаете Не звучит Когда едят Короче говоря Не важно что это И не важно когда Слово meal Это прием пищи Причем такой Серьезный Не просто перекус Там какой-то Завтрак Обед Вот такое вот Далее Любимая еда Kentucky Fried Chicken Еще один Fast Food KFC Далее Не волнуется Насчет Обратите внимание На предлоги Значит волноваться Насчет чего-то Беспокоиться Насчет чего-то Поскольку дальше У нас целое предложение То будет разумно Говорить Волноваться Насчет того Что Или того Как В данном случае Как будет лучше Но Здесь может И не стоять Предложение Здесь после Abound Могло бы стоять Просто одно слово И тогда волноваться Там насчет чего-то Было бы Далее Насколько здоровая Ее диета Ну здесь в принципе Все понятно Fatty Жирный То есть Полный жира Опять же Лучше всего Начинать Перевод со слова Sandwiches Sandwiches Сначала Потом с жирным Беконом А потом уже Со всем остальным Ледьюс Это листья салата Ну майонез Без комментариев И Lots of butter Огромное количество Сливочного масла Вот это Lots of Это не просто Много A lot of Если я скажу Допустим Такое Это одно дело Это просто Много Но если я скажу Lots of Обратите внимание Э уже у меня нет Это очень много Это Very much Можно было бы сказать Вот таким вот образом Здесь я остановлюсь Это была первая часть Я обязательно закончу И сделаю упражнение К Тексту Здесь всего Очень много Интересного Скриншот Вся этой странице Будет по ссылке В описании Видео Спасибо за внимание До свидания